Центробежное шлаковое литье Воротниковых, плоских и всевозможных. Метод взаимствован, изобретен очень давно, уже в 80-х годах в Украине. Зарекомендовал себя на военных предприятиях города Омска, то есть она использовалась технологией для изготовления ответственных деталей на космонавтику. Завод кольцевых заготовок внедрил технологию для изготовления фланцев. Качество этих изделий отличается от традиционного литья в землю, то есть уровень металлических включений, загрязнений минималит за счет особенностей технологии. Технологию мы исследуем, то есть вкладываем в качество, в исследование. Я хотел бы показать наглядно, какие виды изделий эти методы можно изготавливать по характеристикам ничем не хуже, чем кованые. Такие корпусные фланцы и так далее. Технологию не допускают к изготовлению фланцев определенные институты, потому что считают, что это литье, литье само по себе это вещь некачественная, в этой технологии предполагается наличие дефектов внутренних, скрытых, трещин, неметаллических включений, пор и так далее. Я хотел бы показать на этом слайде дефекты и кованого, и прокатного металла, то есть есть определенные нюансы. Я к чему этот слайд показывал? У каждой упаковки для ответственных деталей предполагается уровень исследований, то есть разрушающий контроль, УЗК, цветная дефектоскопия, чтобы исключить попадание в упаковках вот таких вот дефектов. На свои детали, то есть на пробежном электрошлакном литье, мы в принципе предполагаем тот же уровень контроля, те же требования к контролю, что и кованым изделиям. То есть за пределы завода дефектные детали не уходят. То есть вот мы предъявляем требования, если сопоставить с упаковкой, то есть это как четвертой группе ГОСТа 8479. Требования к химсоставу, требования к контролю механических свойств, ну а также требования к контролю неразрушающими способами на выявление дефектов. Прошли вот несколько научно-исследовательских работ, о чем получили результаты, о том, что заготовки можно применять в арматуру строения взамен упаковок и штамповок. Но в данных реалиях сегодняшних ГОСТ 33259, вступивший в силу, четко сформулировал мысль о том, что заготовки литые, в том числе и центробежного электрошлакового литья, применять в изготовлении фланцев нельзя по ряду каких-то причин. В том числе, цитата, исторически сложилась, то есть мы приводим факты, показываем заключения, в том числе крупных корпораций наших российских, это самые крупные наши игроки, то есть исследуют качество, применяют в своем производстве данные фланцы, изготовленные из такого полуфабриката. Однако, вот наш ключевой ГОСТ 3259 это отрицает. Хотел бы провести крупномасштабные научно-исследовательские работы и показать о целесообразности и надежности этого метода. И все. Спасибо. Вы знаете, вот этот вот тезис ваш о том, что Новый ГОСТ закрыл дорогу литым фланцем, он все-таки не является неоспоримым. Дело в том, что мы с Сергеем Александровичем Фединым недавно этот вопрос обсуждали. Вы же прокомментируете, Сергей Александрович? Вот так плачевал тезис о том, что Новый ГОСТ 33259 закрыл дорогу литым фланцем. По-моему, это все-таки не так. Ну, надо просто прочитать очень внимательно. Сейчас, ясно. 3-2. Сергей Александрович. Следующий. Я просто рекомендую прочитать внимательно вот этот стандарт, познакомиться с ним в глубину и вот прямо разобрать по всем запятым. И из этого можно сделать вывод, я такой у вас сделал, что это мост рекомендательный характер, запрета явного я не увидел. Если кто-то найдет этот запрет, прошу проакцентировать и мне прислать. Редактор субтитров А.Семкин